20 июня сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 27 города Фокина совместно со специальной группой особого назначения задержали мужчину 80-го года рождения подозреваемого в убийстве молодой женщины. Она уже неделю находилась в розыске по заявлению мужа. В ходе следственных мероприятий 32-летний мужчина признался в убийстве своей знакомой. Преступник рассказал, что тело жертвы он спрятал во враге за автомойкой на улице Домашлино, где сам работал. Подробности далее. Убив молодую женщину, преступник, как ни в чем не бывало, продолжал работать на автомойке. Для него стало полной неожиданностью, когда в здание ворвалась группа особого назначения. Преступник попытался скрыться, однако ему это не удалось. Операция по его задержанию была отработана слаженно и оперативно. После задержания 32-летнего парня доставили в отдел полиции. И буквально уже через полчаса он признался в содеянном. Как выяснили оперативники, свою жертву садист забил насмерть палкой. Он нанес ей около 20 ударов, потом придушил бельевой веревкой. После чего завернул тело в ковер и ночью на машине вывез за город. Ничего лучшего, как спрятать тело недалеко от автомойки, на которой он работал, преступник не придумал. Он даже не потрудился закопать тело как следует. Оперативники нашли труп буквально на поверхности. Тело было лишь немного присыпано землей. Значит, мы предполагаем, что это место вот здесь. Сейчас подойдет сотрудник, возьмет лопату. Откопаем, если, значит, здесь сейчас окажется труп женщины, вызываем на место следственную оперативную группу. Почему предполагаем, потому что на месте, значит, находится у нас глина, а прикоп она землей. То есть земля была принесена сюда. Да, вот, все, снимайте. Находится голова. На место происшествия, где было обнаружено тело 25-летней Елены, вызвали следственно-оперативную группу. Специалисты Следственного комитета совместно с экспертами-криминалистами провели осмотр самого места происшествия и тела девушки. После чего труп увезли в морг город Большой Камень. Там же сейчас в следственном изоляторе находится и убийца. Парень признался, что забил до смерти девушку в результате возникшей ссоры после совместного распития спиртных напитков. К тому же он припомнил 25-летней Елене, что она виновата в смерти своих детей. Напомним, трагедия произошла почти два года назад. 2 сентября 2010 года на улице Усатого, 17, выгорела квартира на пятом этаже. Пожар унес жизни двух детей. Погибла девочка 5 лет и трехлетний мальчик. К тому моменту, как приехали пожарные, дети, находившиеся в квартире, уже были мертвы. По предварительным данным, они задохнулись от укарного газа и едкого дыма. В момент возгорания квартиры никого из взрослых не было. Известно лишь, что дети ночевали не в своей квартире на третьем этаже, а на пятом в гостях. Здесь и произошел пожар. Детей у своей подруги оставила мать. Тогда ей было 23 года. Сама Елена даже не появилась на месте трагедии. Соседи говорили, что она гуляет и часто выпивает, а детей оставляет одних по чужим квартирам. Продолжение следует...